Россию как бы все крепче и увереннее усаживают на электрический стул истории. Она принимает уже в свою задницу первые, самые мощные разряды, и, похоже, ей это, в общем, доставляет огромное удовольствие. И если помнить, вообще все электризуется. Не все это чувствуют и понимают, но все потрескивает. И вот ты знаешь, как раньше в средневековых городах реагировали на грозу? Ведь гроза считалась проделками демонов, и только самые именитые горожане имели право реагировать, выставляли из окон голые зады. Причем это касалось и дам, и мужчин. Понятное дело, что если то же самое будет проделано в России, и дамами, и мужчинами, то, в общем, отличить лица от нелиц будет очень сложно. А то, что у кого-то рот вертикальный, но от того, что человек часто слишком выступал в Госдуме, главное, что бородка на месте, а значит, особь благочестивая и благонамеренная. Но вообще мы видим такой подлинно стахановский труд. Трудятся кремлевцы, трудятся по-настоящему, они капля за каплей испаряют вот тот океан свободы, в котором мы когда-то заново все родились. И уже от океана, в общем, осталась лужа, такая жалкая и грязная. В нее мочатся депутаты, отхаркиваются министры, блюют попы. Формально вообще это очень печальное зрелище, особенно тем, кто помнит волны свободы с белыми барашками. Было очень это все, в общем, красиво и хорошо, романтично. Были надежды. Теперь не осталось ни одной надежды. Этим уникально наше время, сейчас особо интересно. И приговор надеждам, в общем, подписан самим Владимиром Гулаговичем и уже вступил в силу. Я наблюдаю за тем, как путинизм меняет людей, как он освобождает в этих людях все самое подлое, самое скользкое, самое злобное. Вот то, о чем стеснялись люди вслух говорить, постепенно вводится в норму. И никого уже, например, не удивишь тем, что красавец Стерлигов, который тоже не сам по себе, а тоже, в общем, рупор определенных сил, он призвал буквально клеймить девушек, не образно говоря клеймить, а прямо вот выжигать на них физически клеймо. Девушек, которые имеют личную жизнь, несмотря на то, что не состоят в браке. Вот Стерлигову, конечно, захотелось послушать треск горелого мяса, этих девчоночьих плечей или лбов. Поскольку сегодня, кстати, все в той или иной степени превращается в шоу, то клеймение вот этого вот аморалок должно стать вообще публичным действием. И продавать билеты, и найдутся интересанты. Праведники будут нюхать горелое мясо, наслаждаться визгом и слезами несчастных девчонок. Особенно, кстати, это хорошо пойдет сейчас, потому что начался Великий пост, и каким-то другим образом удовлетворить свою потребность в мясном запахе. Им даже сейчас приходится есть свою колбасу только по сортирам или под одеялом, или одев на голову полиэтиленовый пакет. Но у меня вот есть такая идея, что коль скоро вводить клеймо для проституток, почему бы не утвердить особое клеймо и для дураков тоже? Если для проституток это должна быть канонически традиционно лилия, то для дураков это мог бы быть перечеркнутый мозг, которым можно ставить темнолоб. Хотя, вы знаете, на самом деле, Оля, этого ни в коем случае не стоит делать. Того же Стерлигова клеймить как садиста и глупца нет никакой необходимости. И он сам, и все его единомышленники, знак глупости, одевают и носят совершенно добровольно. От нас ничего не требуется. Но у Германа, в общем, действительно, это относительно живое желание понюхать хоть и горелое, но живое мясо. Вот жареная кожа живых девчонок будоражит, вероятно. И понюхать грешность... Но, к счастью, он сейчас не депутат, насколько я знаю. Он не депутат, а у нас есть, скажем так, и депутаты на эту тему тоже. Вот вы когда-нибудь наблюдали нос Прилепина? Вот я наблюдаю за тем, как ноздри лысого писателя... Он по витру обычно. Нет, 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 нет. О, нет. Он работает носом. Обратите внимание, когда он дает интервью. Он все время... У него удивительно красноречивый нос. И дело даже не в том, что он бывший милиционер в отрезвителе, и он натренировал нос на запахе шоферского перегара. Его, кстати говоря, как всякого милиционера в отрезвителе, учили на расстоянии полутора метров, чисто по запаху, с расстояния унюхивать, в каком кармане лежит тысячная купюра у клиента. Это понятно. Он умеет работать носом, но сейчас он, конечно, находится в поиске такого уже не жареного мясного свежего, а чисто трупозного духа. Он все время крутится, шевелится, дергается в поисках вот этого сладостного для него запаха. Не жареное, а именно гнило или гниющей плоти. И ничего обидного, кстати говоря, в моих словах нет, потому что он сам это декларирует. Вот на этой неделе он сообщил, что срочно надо забирать Донбасс в состав России. И от этого предложения, конечно, пахнет дерьмом, соляркой и трупами. Это я вам как фронтовик говорю, что это и есть тот самый запах войны, которого, судя по всему, никогда не нюхал при Леве. Судя по всему, он либо все врет, либо там какая-то патология. Потому что тот, кто один раз или несколько раз в своей жизни этот запах слышит, он сделает все, чтобы не услышать его больше никогда. Кто видел эти цинковые гробы с полуразложившимися мальчишками, тысячами, прущие в Россию, он никогда больше не произнесет слова присоединить какую-нибудь землю и не развяжет всего этого. Он сейчас призывал вернуть территорию ДНР и ЛНР, потому что лучшего вообще способа настоящей горячей войны со всем миром придумать невозможно, так, чтобы сыпался кирпич. Стада беженцев, трупы и ядерные бомбежки, соответственно. Но мне вот интересен даже не Прилепин в этой ситуации. Мне очень интересны те депутаты справедливой России, бывшей справедливой России, которые угодили в это дерьмо. Понятно, для чего нужен Прилепин. А дряхлял жирик. Нужен новый жирик. Этим жириком стал Прилепин. Это было бы совершенно, в общем, неважно. Но это является доказательством того, что в своем квадратном черепе Кремль все-таки носит мысли о войне. И ему нужны те, кто будут в решающую минуту ее идеологически обеспечивать кричалками, хотелками, поддержалками и другим скандированием. А может, это так же, как с Жириновским, простите, закатывается шарик очередной в общественное мнение, вбрасывается какая-то идея, там она покаталась, ну, ничего, не пошла, отзываем. Такое может быть? Понимаешь, это было тогда, когда общественное мнение кого-то интересовало. Те времена давным-давно прошли. Уже убедились, что общественное мнение — это такой пустяк, это такой вздор, на который можно не обращать вообще никакого внимания. Режим понимает, что... Ну, не знаю. У нас вот Дзержинского на Лубянку решили не возвращать. Ну, ты знаешь, если бы там побеждал, уверенно побеждал Дзержинский, то голосование бы, вероятно, не прервали. Поскольку там все было между вот этими совкодрочерами и царедрочерами, все колебалось на почти одинаковых значениях, то решили не позориться. Но меня вообще вот эта вся история с Прилепиным больше волнует применительно ко всем тем чудесным людям, которые когда-то состояли в партии «Справедливая Россия». На выборы наплевать. Не помочь, не помешать их результатам мы не можем, они уже давно прописаны. Прилепинские проценты тоже, вероятно, прописаны. Ну, мало ли вообще всякой патологии. Ну, вот любят запах трупов, любят войну там. Есть вообще такая секта, но это не совсем секта, это как бы такой подклан, называется Акхори в Индии. Они из ганга вытаскивают сброшенных покойников, их просто жуют, потому что это их, предписывает им их религия. Там, в конце концов, вся партия могла бы вступить в Акхори и просто ездить каждый год на ганг, и там удовлетворять свою потребность в трупятине. Мне вот нравится, как ведут себя все эти люди, ведь они когда-то вступили в тихую, декоративную, абсолютно фоновую, второстепенную партию старого трансвестита Миронова, который то переоденется в Ихухоль, то переоденется в римского легионера и в таком виде позирует. Это была такая партия подпевалов, в которой собирались умеренные, хихикующие, хихикующие путинисты. Она имела всегда смешное название «Справедливая Россия», но это все равно, что «Жаркая Арктика», то же самое. Смысл такой же, понятно, что идет игра. Ну, эту партию держали в Думе, как в сервантах времен СССР, среди хрусталя обязательно держали пустую, но красивую банку из-под пива Хейнекен, в знак того, что и СССР, и обладатели этого серванта не чужды цивилизации и завоеваниям человечества тоже. Это была такая легчайшая антисоветчинка, тот квант вольнодумства, который можно было позволить советскому человеку. А вот сейчас все эти люди, которые были в «Справедливой России», они все, в общем, оказались членами абсолютно маргинальной секты, у которой официальная программа «Трупы, трупы, трупы, кровь, цензура». И все равно, Оля, слушай, они как зайчики трясутся, но никто партбилеты никому в лицо не швыряет. Они понимают, что... Александр Григорьевич, забудем уже те времена, когда кто-то кричал, что он выходит из партии, потому что он там с чем-то не согласен. Это не те партии, не те люди. Это понятно, что состояние в этой партии это единственное гарантирует возможность пробраться хоть к какому-нибудь депутатскому креслюшку, потому что система отстроена так, что иначе и не проберешься.